всем привет дорогие друзья добрый день мы сегодня некий дубенко санкт-петербург обязательно борисыча мы снимаем и что-нибудь вам интересное из покупок посмотрим на что у глаз положим что нас обрадует сегодня зайдем ваша на посмотрим что ваша не конечно сразу привлекают это цветочки петуния 6 штучек 362 рубля блю пикати хотя серия не написано какая блю пикати может быть из разных серий ну и там red бархатцы посмотрите все разные тоже 362 рубля ну уже вот такие вот большие колиусы красавцы тоже 362 рубля скарлетт называется такой красивые ну а здесь вот что такое уже умершая смотрите алоэ вера прошлый раз я покупала очень большой куст за 500 рублей в обе и уже его размножил меня получилось 4 больших растения здесь 799 рублей но одна деленочка значительно меньше так что я еще хорошо и купила огромное количество всяких суккулентов и кактусов вот давайте тут посмотрим 362 рубля но видно все будет по этой цене 6 штук например виолы всякие разные виолы гвоздики вот такие красивые гвоздики и 857 рублей растения в кашпо ну вот здесь допустим вербена красотка такая такая вербена тоже такое уже немножко конечно все подсушены вот такого красивого цвета вербена видите и там есть пеларгония 857 рублей до цен это конечно бакопа тоже сухая но 857 рублей 8 ценник не дешевенький ваша немного разных сладостей видно такая вот выставка и конечно много всего к пасхе смотрите какой зайчик с яйцом вот такие милые зайчатки везде птички вот такая вот красота 549 рублей смотрите какая прекрасная прелесть корзиночки все такое нежного нежного цвета вот у борисовича своя тачечка и свои покупочки прошлый раз тоже показывала ваша не ездить и семена и грунт грунт кстати говоря очень много разного всякого вот везде и на стеллажах и вот так любого но по цене я сравнивала особого отличия нет мини теплички у них сверху армированная пленка смотрите как вот если у меня такая теплица там специальный материал ну по типу толстого спарбонда то здесь именно вот такая пленка сейчас посмотрим сколько они стоят смотрите теплица 4 на 3 метра стоит 17 790 8 вот она так изнутри выглядит здесь трубы оцинкованные кстати говоря вот и натягивается вот такой тент из армированной пленки 4 на 3 метра видно вот эти вот штучки они уходят землю чтобы она никуда не улетела зарываются да и вот такой каркас принципе он он на молниях открывается и вот тут даже есть смотрите какие окошки для проветривания одно наверное окно ну и дверь дверь не знаю да на молнии дверь на молнии то есть вот пожалуйста альтернатива теплицы на зиму снимаете этот материал пожалуйста и ничего не провалится от снега вот уже промышленность пожалуйста что выпускает другая теплица два высотой два шириной два длиной очень такой квадратик десять тысяч пятьсот тридцать девять рублей ну это для тех кто вообще выращивает мало всего или например такую можно поставить для рассады ну чтобы уберечь рассаду там от заморозков от дождей потом она кстати легко разбирается сказали ну на болтах разобрал и вообще убрал здесь вот два на один на 28 тысяч двести рублей видите вот такое сооружение ну как палатка все тоже скале можно убрать и разобрать и еще вот тут одна представлена маленькая сейчас посмотрим она а ну тоже такая же 2 на 1 на 27 тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей вот борис сказал хорошая пленка армированная конечно это так это просто временные такие ну и жидко ее надо в землю борис сразу на на моему манер чтоб стояла насмерть это просто они не укреплена и он а еще и вот тут есть 12000 смотрите полтора на полтора на два еще и две полки видите там с полочками но это такой вот рассадник я говорю очень вынести сейчас рассаду эта пленка хорошо держит заморозок и ничего не замерзнет и здесь вот такая же большая теплица а поменьше чем вот это дать спас на 13709 рублей 4 на 2 а то 4 на 3 вот ваша не продаются пожалуйста сколько много ну конечно забыла вам снимать что я обязательно зашла в магазин вот так называть и керхи лен кюрхи ленты или еще как хотите все время меня поправляют мы в общем пол и посмотрим здесь уже пасхальные красивые столы я уже снимала может быть что-то еще новенькое все блестит переливается всегда притягивает взор всегда манит эта красота вот прям смотрите как изысканно без всякого кто не любит цветное вот такая подставочка тут раз такое я не видела просто стеклянная подставочка под яйца она очень хорошо с серебристыми предметами гармонирует тут просто чисто белая кто любит белую посуду зайчиком и такой зайчик прикольный такая штучка очень красивая но детей можно только на пасху использовать кто любит кушать яйца сметку подсвечники всегда меня здесь просто я балдею от них так перейдемте к другому столу праздничному вот какие зайцы красивые всякие разные вот смотрите и посуду зайчиками вот так паровозик красивый паровозик можно тоже использовать в принципе и даже на каждый день красивый стол не все красиво у меня тут консультант раздрел за что подправит по моему нечего подправлять такой праздничный стол но с золотыми уже включениями посмотрите и маленькие ложечки но это просто такая знаете очаровашка вот десертные ложечки еще и закрывается крышкой красота же правда и тут все детали уже золото золотым ободочком каймой вот смотрите белый зайчик но чуть-чуть золотом на всех бокалах или фужерах есть золотая каемочка какие золотые ложки вилки в общем все в золотом даже такие шпажки может быть для канапе тоже очень приятные и посуду совсем другая смотрите хоп другой уже заяц хоп красота м а Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим другие детали или другую посуду. Посмотрите, какая тоже мне понравилась красота в виде инжира, наверное, да? Да, в виде инжира. Тарелки, вот такая маленькая пиалочка. И вот эта красота, конечно. Можно использовать, я знаю, там под мед, под варенье. Здесь налить какой-то соус или что-то еще такое, смотрите. Но очень изысканно, нежно. Стоит 900. Так, стоит. Тут всякого много. В общем, ценников много. Вот. Здесь совсем другая. Может быть, суповая тарелка с инжиром. Даже вот такая маленькая тарелочка для какой-то нарезки. Вот. Вот груша. Здесь вот новый стол в прошлый раз, когда я была, здесь такого не было. Вот сейчас, мне кажется, что какое-то второе дыхание. Посуда из керамики. Вот такого вот, знаете, цвета, припыленного какого-то. Даже с вкраплениями. То есть, такая вот покраска идет, неоднородная. Вот видите, она такая, непонятно какого цвета, такого теплого, песочного, бежевого. Очень симпатичная. И смотрю, что прям вот такую... Сейчас очень много такой посуды. Креманочка. Просто прелесть, правда? Изисканная. Хлебница. Видите, какая хлебница. Для большого стола накрыта. Вот эта штучка очень интересная. Каминажница. Можно подать там оливки, маслинки, грибочки маринованные. Симпатичные. Еще один стол. Тоже вот такая вот керамическая посудка. Видите, как я говорю, вот с краплениями. Ну, то есть, прокрас такой, набрызг называется. Кто делает, например, декупаж. Вот набрызг часто используют. Вот такие нежнейшие тарелочки. Смотрите, какие. С цветочками. Притом, в такой гамме очень-очень изысканно нежные. Ну вот. Вот, смотрите, какая прелесть. А птички-то, боже ты мой. Какие же тут птички-светильнички. Ну, еще и болтаются, как в клеточках. Наверное, светодиоды. Такие же чашки. Такая чашечка даже невесомая. Пара чайная стоит 1490 рублей. 180 миллилитров чашка. Кажется, маленькая, а ведь почти стаканчик, да? Есть и бокалы в той же расцветке, в той же гамме. Такой сливочный фарфор. 990 рублей две штуки. Кружки. Такой вот формы, немножко неправильной. По 899 рублей 400 грамм. Вот так вот здесь, немножко неправильная форма кружек. Кружек и вот таких подставок и ваза. Здесь уже другая цветовая расцветка. Смотрите, какого-то такого какао цвета подставочки. Или, как сказать, салфетки, вернее, под посуду. И посуда уже тоже немножко с рисунком такого размытого, конечно. Очень все нежное. Какао и здесь. Для подачи каких-то салатиков или чего-либо. Очень много различных аксессуаров всяких разных. Или, как я всегда говорю такое слово, небольшие прибамбасики. Вот там особенно, видите, очень много помощников по кухне. Различных приспособлений для резки, чистки и так далее. Вот такие разные баночки. Сахарницы, конфетницы. Я считаю, что у них можно варенье положить. Мед, как я говорю. Вот сюда что-нибудь, например. Это масленка красивая. Масленка какая красивая. Тяжелая, конечно. Но вот эта с бабочкой прям прелесть. Ну, а здесь тема весны. Посмотрите, какие ландыши. Они прям как настоящие. И они не пластмассовые, а какие-то такие как резиновые, что ли. Эти ландыши очень красивые. И они притом все разные. Можно купить вот прям такую корзиночку с ландышами. Кстати говоря, и корзиночка, и ландыши. И корзиночка не плетеная, не из бумаги, а из какого-то такого материала. Поэтому может потом и в саду быть. Стоит 1990 рублей. Можно, я имею в виду, в сад поставить где-то и любоваться. Ну, какую-нибудь веранду, террасу. Кто кошек любит, посмотрите. И зайчиков. А вот тут вот новые чашки в черном цвете. Тоже изысканно. Ну, 990 рублей. Не чашки, а кружки большие. Вот такие разные эти кружки. Приятный фарфор. Такой, знаете, действительно в руках приятно держать. Гладкий, не тяжелый, нежный. Стоит 799 рублей. Прелесть. А как вам такие стаканы? Интересные, правда? Да, с моими птичками любимыми. Посмотрите. О, какие красавцы там. Или рыбки, или цветочки. Стоит 1490 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова